Евгений Рягорьевич, а вот как лечить? Давайте для начала попытаемся ответить на вопрос. Почему при крупе тяжело дышать? Причина первая. У ребенка возникает отек слизистой оболочки гортани. Это понятно? Понятно. Причина вторая. Там, в просвете гортани, накапливается большое количество слизи. Поэтому второе, это умное такое слово, гиперсекреция. И третья. Причина. Ребенку страшно, ребенку больно. И вследствие этого возникает спазм мышц гортани. Поэтому, конечно, лечение должно начинаться с того, что ребенка очень нежелательно волновать. То есть когда ребенок нервничает, когда у ребенка есть любые отрицательные эмоции, когда ему элементарно страшно, риск того, что возникнет спазм гортани, многократно больше. Поэтому во всем цивилизованном мире максимально стараются ограничить воздействие на ребенка. То есть никто не может представить себе, что ребенка, которому тяжело дышать, отловят и поставят ему горчичники. Или поймают и засунут его ноги в кипяток. Или сделают ему какую-то страшную процедуру. И вообще повезут его в больницу, когда без этого можно обойтись. Поэтому главное все-таки, начало крупа, это повод к тому, чтобы максимально постараться ребенка не нервировать. Это первое, с чего надо начинать лечение. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!